Всем привет ребятки! С вами как всегда Allplay и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами опять продолжим играть в мобильные игры, у нас будет крутейшая подборочка! Все сегодняшние игрушки у нас будут про Хаги Ваги! Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Начнем как обычно по порядку с игрушки Poppy Run 3D! Остановились ребятки мы здесь с вами на 51 уровне, а также у нас уже открыта целая куча прикольных скинчиков нашего Хаги Ваги! Давайте наверное мы с вами поиграем за самый прикольный скинчик, это вот такой вот скин Хаги Ваги Венома! А также давайте немножечко прокачаем урон, для того чтобы побольше наносить урончика нашим противничкам! Ну что же погнали! Периодически ребятки мы с вами должны будем кушать различную еду, то у нас будут какие-то морковочки, то у нас будут гамбургеры, а также мы с вами будем периодически прокачивать нашего Хаги Ваги! И в зависимости от того какой он у нас получится, толстенький, худенький или же накачанный, и в зависимости от этого мы с вами и будем проходить какой-то определенный финал! Тут у нас 3 финала, в зависимости от того как раз и какой у нас будет Хаги Ваги! Надеюсь что сегодня мы с вами эти финалы заценим! Пока что у нас Хаги Ваги довольно-таки худенький, мы с вами пока будем кушать наверное только фрукты, овощи, и вот там вот уже перед самым-самым финалом мы попробуем нашего Хаги Ваги немножечко прокачать! Тут у нас есть видите возможность поднимать вот эту вот энергию, и в зависимости от того сколько мы с вами этой энергии соберем, так мы нашего с вами Хаги Ваги и прокачаем! Буаля, вот у нас практически уже финал! Сейчас ребятки я попробую еще побольше набрать силушки богатырской, для того чтобы мы с вами сразились с первым нашим боссом! Итак, мы с вами нашего Хагиваги реально прокачали, он у нас не жирненький, он у нас не худенький, он у нас накачанный, поэтому пару раз тапаем по экранчику и как можно дальше забрасываем нашего с вами первого героя. Итого, ребятки, мы с вами заработали, все наши денежки умножаются на 60, кстати, это довольно-таки неплохо, значит, что мы с вами нормально заработаем. Ну а сколько у нас тут денежек? 558 монеток, в принципе, очень даже неплохо. Теперь можно опять будет прокачать какие-то наши параметры, к примеру, давайте мы с вами прокачаем денежки для того, чтобы за каждый уровень еще больше этих денег зарабатывать. Опять мы с вами поднимаем нашему Хагиваги мышцы, сейчас мы с вами будем, наверное, только брать мышцы для того, чтобы без труда пройти все вот эти вот полосы с препятствиями. Тут у нас, видите, периодически различные троплинчики появляются, периодически у нас тут есть какие-то батуты и все остальное. И как раз-таки наш прокачанный Хагиваги проходит абсолютно все без особого затруднения. Если, ребятки, у нас Хагиваги будет худенький, то он у нас не разобьет стекло. Если у нас будет Хагиваги толстенький, то он, ребятки, не сможет перепрыгнуть через полосу с препятствиями, поэтому лучше всего, конечно, держать его в тонусе. Итак, мы с вами практически доходим обратно же до финиша. Сейчас давайте мы с вами нашего Хагиваги сделаем все-таки худеньким, если это получится нам, конечно же, сделать. И мы с вами сбросили вес, или не сбросили? Да, ребятки, мы с вами идем к тому финалу, где Хаги-Ваки у нас будет худенький. И теперь нам нужно будет перейти по вот этому вот подвесному мостику. По-моему, мы с вами должны сейчас несколько раз прокликать по левой стороне. И, по-моему, еще одна вот эта вот плиточка левая. А теперь все остальные две вот этих вот крайних плиточки у нас должны будут правые быть. Итого, ребятки, мы с вами очутились на другой стороне. Отлично, этот финал мы с вами тоже выиграли. И опять же, заработали около 700 монеток. Нет, ребят, больше 1000 монеток нам с вами заплатили. Это очень хорошо. Ребятки, если игрушечка понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк. Хаги-Хайден-Сик наша следующая с вами игрушка. И здесь мы с вами можем играть либо за Хаги-Ваги, тогда будем мы искать. Либо, если мы с вами будем играть за импостера, тогда нам нужно будет убегать. Рандомно нам с вами выбрали только что Хаги-Ваги. Это означает, что нам нужно будет за отведенное время поймать абсолютно всех наших вот этих вот импостеров. Тут их довольно-таки много. Но я надеюсь, ребятки, что мы с вами их обязательно поймаем. Вот несколько чувачков тут от нас убегает. Мы с вами постепенно-постепенно их догоняем. Еще один импостер. С правой стороны у нас тут был... Ой, а куда ты убежал? А, вот ты где. Отлично, мы его с вами поймали. И вот у нас тут еще есть несколько импостеров, которые тоже бегают. Прям целые кучечки. Ребятки, мы с вами прям двоих за раз завалили. Отлично. Тут у нас еще парочка импостеров, короче, тусят. Мы с вами их тоже постараемся сейчас быстренько-быстренько уничтожить. И осталось буквально у нас тут два импостера. Если мы их с вами сейчас поймаем, то эту миссию, эту игрушечку мы с вами пройдем. Отлично. Еще 18 секунд у нас осталось. Но мы с вами всех половили. И это означает, что мы с вами выиграли. У нас новый 28 уровень. И поменялась обратно же карта. Сейчас мы с вами можем уже сыграть, в принципе, не только за Хаги-Ваги, но и за импостера. Нет, опять Хаги-Ваги. Нам, ребят, с вами опять повезло. Второй раз к ряду мы с вами будем играть за Хаги-Ваги. И это означает, что мне нужно будет всех-всех вот этих вот чувачков быстренько половить. Так, отлично. Тут мы с вами можем стать призраком. И это означает, что я просто всех вот так вот буду ловить, а меня никто, наверное, не будет видеть. Отлично. Сейчас я еще одного завалю. Тут осталось 4 человека. 4 импостера осталось. И у нас, в принципе, 40 секунд еще есть. 3 импостера, 2 импостера. Круто, ребят. 35 секунд и еще 2 импостера тут есть. Одного я уже сейчас зажму в уголочек. И вот у нас тут последний еще один желтенький чувачок. Где-то он побежал, по-моему, вниз. Нам нужно постараться сейчас его будет поймать. Куда ты убежал, чувак? А, вот ты где? Вот он где, ребятушки. Нам нужно быстро-быстро сейчас его догонять. Мы его догнали и вот очередную миссию выиграли. Ребят, сегодня сыграли 2 раза в этой игрухе. 2 раза сыграли за Хаги-Ваги и 2 раза выиграли. Следующая наша с вами игрушка называется Poppy Playtime. Но здесь мы с вами тоже будем играть в Hide and Seek. Но только в отличие от предыдущей игрухи, мы здесь с вами можем сами выбирать, за кого будем играть. Давайте один разочек мы с вами сыграем за вот этого чувачка рабочего, который должен убегать. И потом еще один разочек мы с вами попытаемся сыграть уже за нашего Хаги-Ваги. В отличие от предыдущей игрухи, здесь мы с вами можем спасать наших союзничков, которые попались в вот этот вот капканчик, которых засветил Хаги-Ваги. Смотрите, видите, тут вот у нас чувачок один, получается, был пойман, но мы с вами его освободили. И теперь, если даже кого-то нас с вами Хаги-Ваги ловит, мы с вами можем его освободить и можем его спасти. Таким вот образом, шансы на победу у нас намного-намного больше, чем в предыдущей игре. Ну вот мы с вами один разочек сыграли и, в принципе, выиграли. Давайте теперь, как я и сказал, попробуем сыграть уже за Хаги-Ваги. На этот раз нам нужно будет, ребятки, с вами уже искать. Нужно будет подождать немножечко. И теперь погнали. Видите, теперь все вот эти вот чувачки, которых мы с вами должны поймать, ребятки, они у нас невидимые. Предыдущие игрухи мы с вами их всех видели, а здесь, ребят, они все невидимые. Нам нужно обязательно их всех поймать. Желательно, ребятки, это сделать как можно быстрее. Ну, на самом деле, для прохождения этого уровня не обязательно прям всех ловить. Самое основное, здесь нам нужно будет поймать хотя бы четырех игроков. Вот в этой как раз-таки миссии. Это я только что сделал. Это означает, ребятки, что даже если мы с вами одного или двоих пропустим, одного или двоих не поймаем, то все равно миссию пройдем. Видите, вот нам с вами опять засчитали очередную победу и в этот раз мы с вами опять же выиграли. Следующая наша с вами игрушка называется Subway Poppy. И это игруха типа наподобие Subway Surf. Только здесь у нас самый главный и единственный герой это Хаги Ваги. Всех остальных, к сожалению, героев здесь нету. Поэтому мы с вами должны будем играть пока что только за него. Эта игруха на самом деле, ребят, очень и очень новенькая. Возможно, со временем у нас тут добавят каких-то новых крутых героев. И за них мы с вами тоже сможем сыграть. Пока что в данной игрухе у нас есть один-единственный Хаги Ваги. Мы должны с вами подбирать монетки и потом с помощью вот этих вот монеток, этих вот денег, которые мы с вами будем зарабатывать, которых мы с вами будем подбирать, можно нам будет в дальнейшем как раз-таки прокачать нашего Хаги Ваги. Можно будет прокачать его пассивочки. И тогда он будет намного дольше бежать, намного выше прыгать и намного дольше, например, будет тот же самый магнитик у нас работать. Так, погнали. Мы с вами подобрали только что джетпак один, и это означает, что сейчас максимальное количество денег мы с вами попробуем заработать путем пролета. Самое основное, ребят, что нам нужно постараться не упасть. Отличненько, пока мы с вами вроде как справляемся. И последний решающий ревочек. Тут мы с вами еще сейчас подберем магнитик. И сейчас все-все вот эти вот монетки, которые тут возле нас будут находиться, мы с вами их обязательно тоже соберем. Ой-ой-ой, ребятушки, это было довольно-таки сложно. Еле-еле мы с вами увернулись, но все-таки увернулись. Так, хорошо, двигаемся пока дальше. Сейчас еще дальше тоже попробуем пройти, еще побольше монеток заработать. Ребят, пока довольно-таки неплохо у нас все получается. На самом-то деле играть в эту игруху на эмуляторе довольно-таки сложно. Намного проще играть в нее на телефоне или же планшете. Но я, мне кажется, пока что справляюсь. Так, неплохо. Мы с вами опять собираем монеточки. Перепрыгиваем с одной стороны в другую. Тут нам нужно поднизу пройти. Тут мы с вами опять наверх запрыгнули. Опять целую кучечку монеток мы с вами заработали. Круто! Чем больше денег заработаем, тем будет, конечно же, лучше. Тем лучше мы с вами нашего основного героя, этого Хаги-Ваги, проапаем. Ну, я считаю, что я уже довольно-таки неплохо заработал. Уже, ребят, 500 монеток больше, чем 500 монеток мы с вами в этом уровне заработали. Я думаю, что с данной игрушки пока что все. Сейчас поиграем в игрушку под названием Поппи Клэш. И мы тут с вами прошли уже до 12 уровня. У нас уже есть несколько костюмчиков нашего Хаги-Ваги. И, возможно, сегодня мы с вами еще хотя бы один костюмчик попытаемся открыть. Больше всего мне как раз таки нравится вот этот вот костюмчик Санта Клауса. Красный, видите? Как раз таки за него давайте мы с вами и сыграем. Для того, чтобы открыть еще один новый скинчик, мне нужно будет заработать еще 500 монеток. Если я 500 монеток где-то за 1 или за 2 уровня заработаю, то мы с вами сумеем открыть еще один крутой скин. Ну что же, погнали. Собираем нашу армию, наши Хаги-Ваги. И тут у нас будет сражение с боссом. Нам нужно будет уничтожить вот этого вот злого и страшного босса, который, ребятки, бомбит, кстати, довольно-таки неплохо и бомбит какими-то ракетами. Но моя армия, мои Хаги-Ваги справились. И даже, вот смотрите, 5 человек у меня еще и осталось. Отлично. Этот уровень мы с вами проходим. Сейчас я посмотрю, сколько мне за этого босса накапало денег. Если у нас будет 1700 монеток. А у нас есть 1800 монеток, ребятки. Это означает, что прямо сейчас мы с вами можем еще одного нашего героя открыть. Отлично. Давайте тогда мы с вами еще бонусную уровню. Бонусный уровень здесь пройдем тоже по Барику. Тут нам нужно будет остановить тех Хаги-Ваги, которые стараются напасть на наш замок. Это, грубо говоря, у нас оборона. Постоянно мы с вами нападаем на вражеские замки. Но периодически у нас вот такие вот прикольные бонусные мессии выпадают, где нам нужно будет наш замок оборонять. Мы с вами, в принципе, создали полностью нашу армию Хаги-Ваги. Она у нас максимально скомплектирована. И сейчас с помощью нашего оружия, с помощью наших воинов мы и будем отстаивать этот замок. Пока, ребятки, у нас все нормально получается. Тут, правда, один вражеский босс на нас нападает. Такой же, которого мы с вами в предыдущий раз завалили. Но мы с вами в этот раз его тоже уничтожили. Отлично. За все время мы с вами заработали неплохо деньжаток. И у меня уже больше 3000 монеток. Это означает, что железно мы с вами можем выкупить на еще один скинчик нового Хаги-Ваги. А также, ребятки, немножечко сможем прокачать параметры. Давайте для начала мы с вами выберем такой не сильно дорогой скинчик. Тоже за 1700 мы его с вами попробуем открыть. И это у нас Хаги-Ваги. По-моему, Капитан Америка. Ну и давайте теперь прокачаем немножечко урон, чтобы побольше урона наносить. И как можно больше выносить наших противничков. Так, тут осторожно. Нам нужно двигаться, ребятки. Чтобы как можно меньше наших воинов вот этих вот терять. Так, осторожно. Проходим, проходим. И тут наша армия практически обратно собрана. Нам нужно уничтожить вот эту вот группировку, которая напротив нас. Давайте мы с вами одну бомбочку бросим. Или давайте, наверное, ребятки, две бомбочки. Нет, одной хватит. Представляете, я одну бомбочку бросил. И, в принципе, где-то половина вражеской армии погибла. Мы с вами в очередной раз проходим очередной уровень. Обратно зарабатываем денежки. И двигаемся дальше. Пупи Плейтайм Хуррор. Наша следующая игрушка. Тут мы прошли первых три миссии. Давайте попробуем пройти еще и четвертую. И нам в этой, ребятки, миссии нужно будет найти четыре ключика до того, как закончится время. Или, скорее всего, что до того, пока нас не поймает Хаги Ваги. Так, что у нас тут есть? Во-первых, ребят, у нас тут есть своего рода коридорчики различные. У нас тут есть дверки. Не все, правда, дверки мы с вами сможем открыть. Но часть из этих дверек все-таки, надеюсь, откроем. После того, ребятки, как мы с вами найдем четыре ключика, нам нужно будет проследовать за стрелочками и открыть вот эту вот дверку. Видите, она у нас закрыта. Но пока у меня нет ни одного ключика, поэтому мы с вами должны вернуться назад и немножечко по этим коридорчикам пробежаться. Эта дверка у нас открывается? Нет, эта дверка, ребятки, тоже у нас не открывается. Значит, нам нужно будет найти такие двери, которые можно будет открыть. Эта тоже не открывается. Тут у нас, я вижу, есть какая-то ванная. Возможно, в ванной мы с вами найдем. Что? Ооо, а в ванной у нас, ребятки, какой-то скелет, короче, тусит. Понятно. А где же мы с вами можем хотя бы этих вот... А, вот я и первый ключик нашел. Смотрите, ребят, прям сразу же с левой стороны у нас был первый ключик. Один из четырех мы с вами уже этих ключей обнаружили. Давайте еще по коридорам немножечко побегаем. Возможно, еще где-то что-то найдем. Самое главное, чтобы у нас... Чтобы нас не поймал Хаги-Ваги. Или чтобы, ребятки, у нас не закончилось время. Если мы с вами не успеем собрать четыре ключа, то проигрываем эту миссию. И приходится потом ее заново переигрывать. Тут у нас дверки все закрытые. Так что мы с вами сюда зайти не можем. Двигаемся тогда еще дальше. Тут у нас, ребят, пока что просто коридорчик. Никаких монстриков пока тоже не наблюдается. Просто-напросто нужно будет, наверное, двигаться. Быстренько искать ключи. И смотреть, чтобы Хаги-Ваги на нас, ребят, не напал втихаря. Тут у нас дверка закрытая. Да, блин, ребят, смотрите. Я вообще никакую дверку, если честно, не могу открыть. Один-единственный ключ, который я нашел. Это у нас, можно сказать, прям сразу был с левой стороны. И теперь я пока ничегошеньки не вижу. Ни одного ключика пока у меня нету. В принципе, перед нами я где-то уже видел Хаги-Ваги. Наверное, он или она вышел. Или вышла на охоту. Ну, блин, ребят, а почему так? Почему эти дверки все у нас закрыты? Я ни одну дверку, представляете, пока не могу открыть. Ничего не открывается. Ни одна дверка. Единственное, что у нас тут только открывается, это коридорчики. Видите, мы с вами не можем дверь открыть. У нас нету никакой другой менюшечки. Уже половина времени у меня закончилась. У меня только один ключик. Скорее всего, ребят, что мы с вами эту миссию проиграем. Потому что я, наверное, не туда пошел. Нам нужно было, наверное, ребят, с вами не вперед бежать по стрелочкам. Для того, чтобы пытаться уже открывать эту центральную дверку, нам нужно было, наверное, как только мы с вами заспавнились, развернуться и в обратную сторону двигаться. Ладно, ребят, наверное, я уже в следующий раз тогда это сделаю. Эту миссию мы с вами в следующий раз переиграем. Ну а седьмая игрушка у нас с вами будет Поппи Роуп. И тут мы прошли уже первых 12 миссий. Следующая миссия у нас будет с вами уже 13. Здесь нам нужно будет, по-моему, зачистить либо всех зомбаков уничтожить, либо уничтожить всех грабителей. У меня тут есть уже Хаги, у меня есть Ваги и у меня есть Даги. В прошлый раз мы с вами играли за Ваги. Давайте в этот раз поиграем за Даги. Тем более, что параметры у него немножечко покруче. Итак, мы с вами будем лететь на самолете. И мне нужно будет уничтожить всех зомбаков. Понятно. Тут вот у нас есть, в принципе, город. И этот полностью город нам нужно постараться по максимуму зачистить. Мы с вами спрыгиваем вниз. И сейчас приземлимся, скорее всего, что уничтожив даже одного, возможно, зомбачка. Вот у нас тут один зомбачок, смотрите, есть. Мы его с вами сейчас попробуем завалить. О, круто, правда же? Смотрите, как я бомбанулся. И этого зомбака первого завалил. У нас тут есть кое-какие пассивочки. Мы с вами можем различными видами оружия. Различными вот такими вот взамахами ножки и так далее уничтожать противничку. Можем мы с вами бросать ниточки вот такие вот паутинные. И можем мы с вами огнем вот так вот тоже гасить наших противничков. Те монстры, те зомбаки, которые будут, в принципе, недалеко от нас, тут же будут уничтожены. Я вижу еще одного монстряка. Тут тоже довольно-таки недалеко, на близком расстоянии от нас. Сейчас мы с вами попытаемся его завалить. А, это ползущий зомбак. Его мы с вами можем завалить только вот так вот с ноги ударил. Тут у нас есть такие монстрики, которых можно уничтожить только ударом с ноги. И это как раз-таки тот случай. Давайте сейчас мы с вами, наверное, двинемся уже ближе к центру. Тут я вижу очень много зомбарей тусит. Сейчас мы с вами по возможности их постараемся всех повыносить. Надеюсь, у нас это получится сделать. Отличненько. Часть зомби мы с вами, в принципе, уже уничтожили. Сейчас еще часть зомби попробуем завалить. Тут прям целое полчаса зомбаков. Видите, кое-какие зомби уже ползущие. Их надо только с ноги вырубать. Кое-какие зомби бегущие. Их мы с вами можем вырубить любым нашим оружием. Вот опять ползущие зомби. Это, кстати, самые-самые злые, ребятки-зомбаки. Их уничтожать труднее всего. Мы даже с вами огнем их не можем вынести. Видите, мы с вами все, что можем делать, это просто вот так вот с ноги его бить, этого зомбачка и выносить. Пока неплохо справляемся с нашими задачами. Сейчас мы с вами попробуем еще ульту нашу применить. Еще часть машинок и всего остального поразрушать. Аптечку давайте подберем для того, чтобы немножечко у нас с вами восстанавливались здоровье и силушки богатырские. Здесь у нас, ребят, еще один зомбачело ползет. Мы его с вами сейчас тоже попробуем вот так вот с ноги завалить. Отлично. Двигаемся дальше, зачищаем еще больше территорий. Ребят, еще смотрите, тут у нас ходячие зомбаки имеются. И также вот у нас еще опять ползущий, которого мы с вами тоже должны с ноги вырубать. Денежки можно собирать, которые из этих зомбаков вылетают. И можно будет потом, ребятки, с помощью этих денежек прокачивать наших новых хаги-ваги. Так, ладненько, давайте мы с вами, наверное, еще в эту сторону сейчас пробежимся. Еще часть зомбачков попробуем мы с вами завалить. У нас написала игрушка, что закончилась энергия. Теперь мы с вами не сможем ускоренно бежать, но нам, в принципе, это не так уж и важно. Но самое основное, чтобы у меня была моя ульта, которая бы позволяла мне выносить этих зомбаков. Так, вот у меня еще один зомбачок еще есть. Сейчас мы его с вами с ноги попробуем завалить. Отлично, завалили его. И он пал смертью храбрых. Все остальные зомби, которые возле нас тут усят, пока что еще живы-здоровы. Но это ненадолго. Сейчас мы с вами тоже попробуем ультануть немножечко. И как можно больше их завалить. Еще один зомбачок, смотрите, опять давайте мы с вами ультуем. Хорошо. Когда я ультую, кстати, и не только вот эти вот зомбаки погибают, но и все машинки, все вот эти вот гангстеры, которые тут возле нас тоже ездят, они тоже, ребятки, погибают. Так что это круто. Нам нужно побольше, наверное, ультовать. Кстати, с этих машинок у нас, смотрите, что выпадают аптечки. Благодаря этим аптечкам мы с вами можем как раз-таки, ребятки, восстанавливать себе силушки богатырские наши. Отлично. Сколько у нас тут еще зомбаков осталось? Я вижу, что тут у нас еще внизу один зомбачок. Давайте мы с вами с ним уже закончим. Бросаем мы с вами паутинку и ему трындец. Теперь можно двигаться уже в другую сторону, зачищать уже другие районы и уничтожать других монстров, других зомбаков. Если честно, ребятки, то эта миссия довольно-таки длинная, потому что поначалу мы с вами миссии проходили вообще на изи. Там было все довольно-таки просто и быстро. Здесь у нас уже довольно-таки много зомбаков нарисовалось и нужно будет довольно-таки долго играть. Наверное, я полностью всех зомби уничтожать не буду. Я думаю, что принцип данной игрухи вы уже поняли. В следующий раз уже доиграем и попробуем эту миссию наконец-таки пройти. Попи-сюрвайвл наша следующая и последняя игрушка. Тут мы должны будем с вами играть в мини-игрушки, как в Squad Game. Только должны, ребятки, мы с вами играть постоянно за наших хаги-ваги. Давайте, ребятки, мы с вами попробуем где-то поиграть. К примеру, есть у нас вот такой вот прикольный режимчик. Вот этот вот хрустальный мостик. Давайте попробуем тут немножечко поиграть. Нам нужно будет перейти по этому мостику. И желательно, ребятки, это сделать очень и очень быстро, чтобы успеть за отведенное время. Четыре раза мне нужно, по-моему, по левой стороне вот так вот пробежаться. И два крайних раза мне нужно, ребятки, по правой стороне прыгнуть. И мы с вами очутились на той стороне уже, на другой. Видите, через этот мостик мы с вами продвинулись. И получается, 100 монеток заработали и заработали вот эту вот одну медальку. Как раз-таки с помощью вот этих вот медалек мы и можем с вами, ребятушки, открывать новые режимы. Видите, тут у нас есть возможность открывать новые режимчики. К примеру, вот этот вот новый режим, который у нас закрыт, мы можем открыть за три медальки. У нас их есть восемь. Либо мы с вами можем открыть что-то новенькое За... тоже за 3, за 4 медальки Смотря какой режимчик Ну давайте мы с вами откроем вот этот вот последний режим Я даже, кстати, не знаю, что это такое, что это за режим Открываем его, тут я еще ни разу не играл И давайте нажимаем на play Посмотрим А, здесь нам нужно, ребят, скорее всего, что будет переворачивать конвертик Если мы с вами конвертик перевернем, то выиграем, да? Или нет? Скорее всего, что да, ребят, мы с вами должны будем переворачивать конвертик И должны будем потом Бить пощечины Пощечины моему противничку Так, перевернули конверт Нет, в этот раз, ребят, не получилось нам конвертик перевернуть Один разочек мы с вами перевернули, другой Другой нет, другой не получилось Теперь Хаги-Ваги нас будет бить, уго Довольно-таки неплохо этот противник меня бомбанул Ладно, я еще разочек попробую перевернуть конверт И по максимуму ударить Моего противничка На троечку или на четверочку мы ему с вами зарядили Короче, если я еще разочек Ударю ему пощечину То мы с вами, наверное, выиграем Так, еще разочек переворачиваем этот конвертик И давайте дадим ему Окончательную пощечину И это у нас, наверное, победа Да, ребятки, в этот раз мы с вами выиграли Ну что ж, друзья, пока что на этом все Все сегодняшние игрушки у нас были Про Хаги-Ваги Если они вам понравились, поставьте, пожалуйста, лайк С вами же был Алплей Всем удачки И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok